В 1830 году Шопен совершил концертную поездку в Вену. В то время по праву Вена считалась музыкальной столицей Европы, а следовательно и всего мира. И его исполнение собственных произведений произвело невероятное впечатление. Все были поражены и удивлены. И вот вдохновленный, возвратился он в Варшаву, он приступил к работе над фортепианными концертами. Вначале был написан «Па» минорный концерт, и сразу следом появился «Ми» минорный концерт. Но второй по времени концерт был позже издан, на три года раньше. Поэтому в историю вошел под первым номером. Именно его мы и будем сегодня слушать. На осень того же года Шопен запланировал новую концертную поездку. Вначале он намеревался отправиться в Берлин, а затем по городам Италии и Франции. И накануне отъезда он выступает перед соотечественниками в Варшаве, исполняя свой новый минорный концерт. Позже окажется, что это было прощанием с Родиной. Ведь спустя всего две недели после его отъезда пришло известие о начале польского восстания. И первым душевным движением музыканта было вернуться на Родину, участвовать в восстании. Но только настойчивые просьбы отца остановили Шопена. А потом пришла весть о разгроме восстания в Варшаве. Началась реакция, заграгали университеты, вводили строгую цензуру, отменяли все свободные воли изъявления. И разгром польского восстания вызвал глубокий перелом и в мировоззрении, и в характере, и в творчестве, и в жизненном укладе музыканта. Он не счел возможного возвратиться, оставался за рубежом, жил постоянно в Париже до конца своих дней, на положении эмигранта. Тело его упокоено в Париже, а вот сердце по завещанию захоронено в Варшаве. В истории музыки Шопен занимает совершенно особенное место, потому что творчество его за редчайшими исключениями обращено к фортепиано. Вот этот инструмент давал ему абсолютную свободу самовыражения, открывал новые горизонты со временем. И это случай, наверное, единственный во всей истории музыки. К оркестру он обратился единожды, вот в то самое время, когда сочинял свои фортепианные концерты. И было время, когда раздавались голоса, что плохо знал он оркестр, и оркестровая партия в концертах это лишь бледный фон для солиста. Но так могли говорить только нечуткие, невнимательные люди. На самом деле, концерты Шопена – произведение гениальное. Просто он, как любой гений, обогнал свои люди. И они воспринимались как совершенно необычная музыка, новая. Концертный минор, который, собственно, нас интересует, произведение молодого гения, где соединяется дух молодости и удивительное композиторское мастерство, и где оба участника – и оркестр, и фортепиано – составляют захватывающий диалог. Разумеется, роли у них несколько разнятся. Партия оркестра выдержана в патетическом тоне и составляет круг более объективных образов. А вот пианист принимает на себя роль поэта-лирика. Во второй части, в средней, мы вновь обнаруживаем редчайший Шопена скидать очень глубокого, интимного высказывания. Сам композитор говорил, что она должна вызывать впечатление ласкового взора, устремленного туда, откуда всплывают тысячи приятных воспоминаний. Это какая-то греза в прекрасную лунную весеннюю ночь. Ну и третья часть, финал – блестящий, виртуозный. По традиции композитор окунает слушателей в танцевальную стихию. Вообще танцевальность так свойственна Шопену, ведь как мы любим его мазурки, полонезы и вальсы. И на этот раз он в концерте опирается на родную почву. Первая тема, открывающая финал, выдержана в духе поиска в народном танце краковяк. Танец с очень острым, прихотливым ритмом. Сегодня с оркестром выступит пианист Георгий Андриенко. Я уверена, что постоянные слушатели наших концертов хорошо знают это имя. Георгий, напомню, выпускник Дальневосточного государственного института искусств. Здесь же он окончил ассистентуру, стажировку у заслуженной артистки Российской Федерации профессора Раисии Евгеньевны Илюхиной. Неоднократно Георгий выступал с оркестром, исполнив концерты Липунова, первый концерт, третий концерт Мэттнера, четвертый концерт Рахманинова. Но и сегодня осуществляется давний замысел артиста. Итак, Фредерик Шопен, концерт номер один для фротепиано с оркестром, ми минор, опус 11. Исполнители Тихоокеанский симфонический оркестр, дирижер, заслуженный артист России Анатолий Смирнов, солист, лауреат международных конкурсов Георгий Андриенко. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Звучит 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 музыка